здравствуйте мои дорогие здравствуйте здравствуйте любители вкусно поесть и вкусно приготовить с вами все в краснодарске я нахожусь в табрисе в новороссийске сегодня я приготовлю хачапури на шампуре для того чтобы приготовить хачапури на шампуре нужны шампуре нужен ножичек вот такой вот большой нужно вот такое вот тесто слоеное тесто которое я только что раскатал на тесто раскатывать итак ребят что мы делаем мы берем тесто раскатываем его вот таким вот кусочком делаем его красивая ровненькая убираем все некрасивые места ну примерно ребят 75 80 сантиметров для того чтобы сделать один хачапури на один шампуре я понятно говорю да я могу в принципе по-армянски если вы умеете ну вообще как бы по-грузински хачапури это армянский или грузинский когда оператора брал хотел его чтоб он долго работал придется уволить одного оператора уволил другого нанял посмотрим будет нет тот был армянин этот грузин смотрите ребят у нас вот такой вот состав хачапури кто знает из чего состоит хачапури но я вам скажу секретный состав хачапури табриса но не скажу в каком пропорциональном состоянии но это сыр сулугуни это сыр адыгейский адыгей привет и это сыр чанах все представители армении сейчас встали все кто смотрят меня все кто стоят рядом они засмеялись и так ребят чанах чанах это соль по-украински итак смотрите ребят мы начинаем делать наши хачапури прежде чем мы нарезаем полосочки мы берем нашу шпажку мы берем нашу шпажку ребят берем сыр смотрите находим серединку и начинаем делать люля кебаб ребят мы делаем люляшки знаете как люляшки делаются они делаются так что они все время слетают также точно и хачапуряшки смотрите мы наш ампур накручиваем наматываем сильно-то прижимать его нельзя ребят накручиваем и наматываем сыр сулугуни адыгейский и чанах ну сильно длинный делать не будем потому что у нас мангал сколько у нас мангал сантиметров 60 ну вот столько наверное хватит смотрите и вот так мы делаем три раза раз сейчас 2 ребят смотрите плоская часть прижимаем можно конечно смотрите можно взять сделать проще вот смотрите берете просто сжимаете вот так а потом просто сюда вот так раз можете так делать если у кого-то не получается но тем не менее все равно у вас сыр должен соединиться да и так берем сыр делаем из него люляху а потом сюда ее врезаем так будет легче проще вам делать ребят смотрите значит напоминаю что до празднования 8 марта международного мужского дня осталось два дня кстати завтра ребят 7 марта не международный день всех трудящихся женщин а международный день всех трудящихся в табрисе завтра друзья мои 7 марта исполняется 20 лет как открылся первый табрис в красотаре кстати он открылся около авроры могли бы сходить туда и купить что-нибудь вкусненькое мы кстати готовим по много-много всяких интересностей и вкусностей так что-то я заболтался с вами какой-то хачапури у меня стал длиннючий нормально нормально пойдет 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 ребят завтра праздник хачапури получат все кто придет завтра в новороссийский табрис я жду вас всех завтра в 11 видео правда выйдет 12 марта в эфир но тем не менее приходите завтра 7 марта хачапури на шампуре кстати когда готовишь качапури нужно его делать и говорить каким-нибудь акцентом я не знаю кавказские акценты я не знаю чем например грузинский акцент отличается от армянского как грузины говорят как грузины говорят из марауль фанч кара а армяне как говорят аром и греки ребят самое главное в этом блюде вот смотрите самое главное в этом блюде правильно закрепить сыр чтобы он у вас не отвалился потом кстати будет самое главное чтобы не отвалилось тесто сыром поэтому все по порядку лепите качественно если не умеете лепить наймите детей пусть дети лепят если не умеют дети лепить наймите ваших мужей у кого есть мужья если нет мужей позвоните мне наймите меня я приеду я муж на час на леплю он так потом хрен отмоете ребят нам нужно отрезать такие вот можно сказать что бинтики мы сейчас будем перевязывать хачапури который немножко захворал ребят мы его будем перевязывать чтоб он больше не болел смотрите как мы будем перевязывать берем берем смотрите тестушка да фиксируем его смотрите и начинаем мотать замотаю замотаю с перехлестом ребят перехлест должен быть миллиметра 3 хотя бы смотрите пошел перехлест пошел немножко в натяжку ребятушки смотрите в натяжку мотаем с перехлестиком тут можно поправлять смотрите мотаем 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 у нас должно как раз бинта хватить и вот тут на конце мы должны защипнуть смотрите поп и мы нашу хачапури защипнули смотрите что получилось вот такой вот хачапури отсюха краснодарского так делаем три раза смотрите раз так ребят ну что показываю для тех кто был на бронепоезде последние пять минут смотрите ребят взяли тестушка слоеная и начали наматывать на шампурик с перехлестом наш сырок наматаем ребят чуть поддавливаем чуть подавлю вот как будто у вас это болит нога и вы бинтуете вам жена бинтует вы на диване лежите кайфуете с собаками или с кошкой вот чисто просто просто пришли с работы и вам жена и бинтует вас и бинтует а вы закосили просто не хотите на работу идти она вас уже забинтовала смотрите уже забинтовала 2 итак бинтуем третий кстати магазине то люди таблицы они знают что мы сегодня бинтуем хачапури а завтра они эти хачапури будут есть забинтованы забинтовали 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 ребятушки я не знаю вкусно будет или нет я даже не знаю там сулугуни там адыгейский там чинах я не знаю вкусно будет или нет снимай так ребят ну что а здесь время не то мало поэтому давайте сейчас мы эти хачапури сделаем печки прямо вот сюда печку посмотри засовываем и готовим видите да 2 хачапури мы сделаем в печке ребят 2 хачапури в печке а 2 на мангале и посмотрим кстати кто круче русская кухня или кавказская кухня ты за какую кухню я а мне по барабану лишь бы с ног валило и так 2 на мангал 2 в печку где быстрее пожарится что будет вкуснее сейчас замотаю 4 шампур и устроим соревнования например на сыра на 1 хачапури я думаю что где-то грамм наверное 150 вот хорошо смотрите желательно чтобы хачапури был ровный то есть все неровности мы убираем ребят хачапури будут аппетитные самое главное я еще не рассказал как я буду подавать хорошо сейчас мы их сначала намотаем а потом будем еще и подавать смотрите ребят можно с этой стороны можно с этой мне удобнее отсюда смотрите завернули видите ребят завернули защипнули и поехали видите и поехали и поехали за орехами ребят главное чтобы было с перехлёстом если перехлёста не будет все у вас развалится то есть ваш сыр просто выпадет в дрова или выпадет в угли все должно быть перехлёстом я конечно болею и за печку и за мангал мне вообще за державу обидно ребят не обидно за державу от обрез это всегда классные профессиональные эксперименты у нас кстати в табрисе есть кулинарная лаборатория она находится на юбилейном районе там мы экспериментируем и там придумываем разные вот такие вот вкусные блюда такие блюда как например хачапури на шампуре ребят ну в печке уже сидят наши хачапури на шампуре а здесь не сидят смотрите ставим их раз вот так отлично ждем две минуты потом крутим ребят пока русская печка выигрывает смотрите пока кавказ что-то что-то сильно жжет прямо жжет давайте немножко огня поменьше сделаем ребят сейчас мы уберем смотрите давайте поставим их вот так но на самом деле пузырики надуваются все вкусно ребята но печка пока что выигрывает наши соревнования завершаются смотрите что получилось на мангале видите какой на мангале получился хачапури видите какой он ну в принципе достаточно равномерный но смотрите у него есть такие вот припеки такие вот знаете кавказские припеки но я еще не знаю надо попробовать еще на вкус его ребят какой на вкус неизвестно какой на вкус давайте сейчас пойдем на печку и сравним эти хачапури с качапури с печки кто выиграет я не знаю по моему победит табрис и так ребятушки ребятушки чтобы быстро вытащить нужно одеть перчатки от по нифига все красота то какая смотрите снимаем снимаем слушайте ну печка а ну давай сюда смотри вот эта печка ребят вот это две спички а вот это два с мангала ну я вам так скажу здесь тесто поднялось лучше чуть-чуть но здесь классный хруст и припек вот этот чистый кавказ поймешь а вот это просто русская деревня до русская деревня дровяная печка и все остальное ребят сейчас мы и будем дегустировать а дегустировать их нужно как давайте возьмем масло растопим его в миске будем разрезать наш качапури макать его в масло и кушать это делать буду я лично потому что я никому не доверяю дегустацию а вдруг не то попробую ребят газовая плита очень быстро растапливаем масло я даже думаю наверное побольше грамм не знаю сколько грамм может быть что ребят чуть-чуть зеленушки немножко кинзочки чуть-чуть кинзочки бросим такое сделаем кинзовое масло все снимаем готов так ребята что смотрите качапури снимаем снимаются они очень легко вот тут начинаем тянуть а потом сюда поддавливаем и так этот качапури у нас с печки вот так а этот качапури у нас мангала с мангала с хрустом ребят он хрустит смотрите вот эти качапури с печки вот эти качапури с мангала быстро пробую с печки опа ой какой он нежный офигеть а ну очень вкусно а теперь мангала здесь запах дров здесь запах угля ребят оргазмично в общем с вами был писюх краснодарский приятного аппетита будьте всегда в общем субтитры сделал DimaTorzok а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok